Свято чтимо Слово истины принять Все земное оставляя Я стремлюсь лишь к небесам Сердцу мир я обретаю Приходя за стотний храм Здесь молитвы без славения Отложу весолуя Исчезают все сомнения Вера выстречу меня Все земное оставляя Я стремлюсь лишь к небесам Сердцу мир я обретаю И подят Господний храм О, блестень, грядущий, грозный Боже, ты примени меня Чтобы вечною полою Боже, Господи, я тебя Все земное оставляя Я стремлюсь лишь к небесам Сердцу мир я обретаю Приходя за стотний храм Как видно, благодать твоя Как видно, благодать твоя Как видно, благодать твоя Спасите, мой Христус Я поднимусь Я поднимусь Пока не дам Боже, Господи, мне всем Иисус Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы думаете, как было бы хорошо, если бы все то, что происходит, было бы снова? И вот проснулся, его нет. И у тебя новая жизнь. И ты у тебя новая жизнь. Но это не сон. Это реальность. Есть и реальность. И вот, что интересно, крещение, о котором нам говорит Библия, дает человеку возможность начать жизнь заново. Это ботезо, которое, если вы говорите в Библии, да и указание умов и косанчапы у вас снова. И сегодня, для Олега и для Игоря, это новое начало в жизни, которое им дает Бог. Есть новое начало в жизни, которое Господи дает Бог. Следующий момент, который сочетается в крещении. Если мы в жизни делали ошибки, у нас были промахи. Может быть мы кого-то предали. Может быть мы сделали кому-то очень больно. Может быть мы сделали кому-то очень больно. А потом вдруг почему-то мы не находили покоя, потому что эхо совести напоминало нам о наших ошибках. Может быть мы потеряли спокойно, потому что эхо, сознание, где мы говорим. Библия говорит, что в момент крещения человек получает прощение всем своим грехам. И Библия говорит, что в момент крещения человек получает прощение на все эти грехи и грехи. В Евангелии от Матфея в 11 главе в 28 тексте записаны удивительные слова Иисуса. В Евангелии от Матфея в 11 главе в 28 тексте. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас. И Библия говорит, что крещение нужно взрослому человеку, потому что взрослый человек понимает, что такое грех, что такое больше, что такое ошибки. И Библия говорит, что в ботезу истинниче с архиуму, потому что у человека не понимает, что это грешило, что это грешило. И когда человек понимает в зрелом возрасте, то ли это 15, то ли это 30, то ли это 40 лет, что Иисус умер за наши грехи и мы принимаем Его как нашего Спасителя. Но Господь дает нам прощение всем нашим грехам, какие бы мы ни делали. Но Господь дает нам прощение всем нашим грехам, какие бы мы ни делали. Друзья, одновременно это день смерти и день рождения. Итак, есть в тот же время, в тот же день, день смерти и день рождения. Кто-то может сказать, как это? Что это за странные слова такие? И если вы спросите, почему это произошло? Друзья, это не странные слова, это очень глубокая и важная истинная. Потому что все, что было в жизни Игоря и Олега до 12 сентября 2020 года, все, что разделяло их с Богом, все то, что с их стороны было сделано против Бога и против совестии, все это благодаря жертве Христа сегодня остается символически вот в этой водной могиле. То есть Библия говорит, что вода, в которую они сегодня погрузятся полностью. Это смерть для их прошлой жизни. Это смерть для их прошлой жизни. И когда они поднимутся из воды, это рождение для новой жизни. И сколько бы человек ни было лет, эта жизнь ему подарена Богом, как чистый лист, как вот эти белые облака. И, в зависимости от того, сколько лет этот человек, Иисус дает ему жизнь новой жизни, как вот белый лист. Потому что в этом смысл и значение крещения. Потому что в этом это смысл и значение крещения. Потому что это смысл и ботезы. Человек теперь понимает, что он хочет жить для Господа. Что он хочет делать добро и соблюдать Божьи заповеди. И он благодарит Господа Иисуса Христа за прощение грехов. И дар вечной жизни в Царстве Божьем, которому каждому человеку желает дать Христос. И когда мы читали Священное Писание, Вот в послании апостола Петра, это первое послание Петра. Первая глава, третий текст. Да, в этом тексте это удивительные слова. Посмотрите, как апостол Петр нам преподает эту истину. Первая глава, третий текст. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому. Представьте себе, для верующего человека, для того человека, который верит в Иисуса Христа, Тот, кто заключил с Господом завет через водное крещение, для него сзади что? Сзади смерть. А впереди что? А впереди жизнь. А для человека, который Бога не знает, и для человека, который не знает, кто Он, почему Он в этом мире, который не знает, кто Он, почему Он в этом мире, каждый день у него впереди что? Куда Он идет каждый день? К смерти. А жизнь где остается? И вы понимаете, что делает Бог, какую радость Он нам дает? Когда мы верим в Творца, этот порядок вещей меняется, и для нас смерть теперь сзади, потому что наши грехи умирают в воде, а жизнь впереди, потому что мы приближаемся к Царству Божию. И это не значит, что мы не умрем физически. Если Господь Иисус еще задержится, мы умрем. Но Библия говорит, верующие в Иисуса, если и умрет, то она живет. И Библия говорит, что человек, который верит в Иисус, даже если умрем, умрем, умрем. Потому что Христос является нашим Спасителем. И Он умер и воскрес. И еще один важный момент, на который я хотел обратить ваше внимание, дорогие Игорь и Олег, И после этого я расскажу вам две истории, и мы подойдем непосредственно к вашему крещению. В чем чудо света вот в этот момент для вас? Потому что с этого момента вы начинаете писать свою священную историю. Это ваша личная новая священная история. Потому что вы начинаете новую жизнь. И смотрите, в послании к Римлянам 6 главе в 19 тексте написаны такие слова. Как вы раньше тела ваши предавали в рабы греху. То есть раньше, когда вы всю свою силу, свою энергию делали для того, чтобы делать грех, и не хотели ничего знать о Боге. Если раньше вы делали все эти вещи, в пакет, и не хотели бы знать Бога, свою силу, свою энергию, свою жизнь, дарили таланты, которые Бог вам дает. Посветите в рабы праведности. Теперь вы будете дать рабы неприхонири, чтобы делать добро, чтобы помогать другим людям, чтобы говорить им о Христе, говорить им о надежде, и я хочу вам сказать, друзья, у Бога для вас есть миссия. И я хочу вам сказать, что Бог имеет миссию для вас. Вы не просто так сейчас принимаете крещение, чтобы потом забыть это навсегда. Не принимайте ботезу сегодня, только чтобы уйти от него через несколько дней. Бог для вас приготовил часть работы в своем деле. И он верит в вас, он верит в Игаре, он верит в Олега. И Бог верит в Игаре, что с его помощью, что с его помощью, вы сможете многое сделать для Господа. И для церковь. Сейчас, друзья, мне бы очень хотелось, чтобы Игорь и Олег были в центре нашего внимания. Вы могли бы подойти поближе, пожалуйста. Возьмите стульчики. И вы можете присесть вот здесь на лавочку. Я вам сейчас расскажу историю про двух мальчиках. Вы повесили историю, где с правдой боятся. Это реальная история. Есть история девора. Одну историю, ну, случай этот я сам наблюдал, некоторое время назад. Прямая история, что я видел. И я сам сам последовал эту ситуацию. Простите, я вот так вот просто поведу ко всем, чтобы всех вы видите и вас хорошо видели. А вторую историю мне рассказал мой хороший друг. А вторую историю, мне повесил мой любимый друг. Это тоже реальная история. Это тоже история. Есть история девоража. Первая история. Первая история. То, что видел я. Чее, что я видел. Большой шурный город. Это очень большой город. Много-много людей, шума, суеты. Много-много людей. Голодие... Мешкари, много мешкари. И в этом шуме мама вдалеке увидела своего сына. И в этой гладии мама увидела его в департаме. И она начала кричать ему, она стала кричать, называть его имя. И стала звать его. И она села вот так вот на корточки и расставила руки, чтобы обнять его. И среди всего этого шума мальчик побежал навстречу к маме. И в целом шуме, когда ребенок видит маму в голове, футит к маме. И вот мама вот так вот сидит на корточках, руки вот так расставила. Да. И когда ребенок уже уехал к маме, он повернул и пробежал мимо. Футит к маме. И я думаю, что родители понимают, что чувствовала эта мать в этот момент. И я думаю, что родители понимают, что чувствовала эта мама в этот момент. Вторая история. Вторая история. В детском садике идет постановка Рождества. И вот был один мальчик, его звали Андрей. Он был такой, знаете, немногословный, очень скромный. И не знали, какую роль ему дать в этом спектакле. Ну и, в принципе, уже как бы все роли были распределены. А еще у воспитательницы это был первый утренник в садике. И она очень волновалась, потому что родители придут смотреть этот спектакль. Это первая постановка. И вот нашли роль для Иосифа, для Марии, для Иисуса. Там сильные мальчики были осликами. А потом появилась идея, чтобы Андрею дать маленькую роль. А потом появилась идея, чтобы Андрею дать маленькую роль. Ему сказали, ты будешь хозяином гостиницы. И все, что ему нужно было сказать, два слова. Места нет. И вот когда, ну вы знаете эту историю из Библии, что Иосифу и Марии не было места нигде, ни в гостинице нигде, чтобы можно было породить Иисуса, он в ястях родился. И вот ему сказали, Андреюша, вот спектакль, два слова. Места нет. Места нет. Места нет. Андрей, спектакль. То есть твоя роль, два слова. Места нет. Все очень просто. Понял? Понял. Утреник. Спектакль. Пришли родители. Все пошло по плану. И вот Иосиф и Мария подходят к дверям гостиницы. Иосиф и Мария в вилла ушли и хотел уже. Постучали. Бат. Вышел Андрюша. Есть Андрей. И стоит и смотрит. И стоит и приветствует. И молчит. Встать. Встать. Долго ночи. Встать. 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 Ему начинают епать, скажут. Чего он чеп-то и шутятка. Нет. Нет. Локурь. Ну. Нет. Нет. Локурь. Ну. А он стоит и смотрит. Он ел в стоящей силой там. Потом уже воспитательница привстала, говорит Андрюша. Нет. Нет. И он уже начинает среживать и говорит Андрей. Локурь не может. И тут уже все стали говорить. Ну Андрей. Ну места нет. Скажи. И все тоже начинают говорить Андрей. Локурь. Но Андрей постоял постоял. Андрей. Статья. И говорит. Сидите. Встать. 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 Дорогие Олег и Игорь. Семасия, Олег и Игорь. Осторожно. Это говорит о том, что очень важное событие. О том, что я плохо привязал. Хорошо, мы в этом поправим, ничего страшного, пока это нам не страшно. Главное, что нет дождя, солнце не сильное, слава Богу, что хорошо. Дорогие Олег и Игорь, сейчас после Крещения вы переживете момент Нового Рождества. Как вы будете писать свою священную историю? И пусть вы будете тем мальчиком, который сможет переписать историю Рождества, тем человеком, тем мужчиной, который сможет принимать Христа независимо от обстоятельств. Дорогие о том, что каждый из вас может раскрыть историю Рождества. И вот эта первая история о мальчике, который пробежал мимо. Она очень похожа на нашу жизнь. Что Бог зовет людей, Бог дает человеку радость. Но потом что-то в его жизни происходит и он оставляет. Так, че бассейн тимпо, амбяца луище, ел два, два, три, три. Пусть вы, дорогие наши братья. И все мы будем теми людьми, которые никогда этот дух не оставьте. Пусть вы, дорогие наши братья. Пусть мы, амбяца часто, не оставьте эти указы. Сейчас осталось два маленьких момента перед мужчиной. А рамасы два момента мичи, а наинте деботер. Первое, я бы хотел дать просто возможности Олегу Игору. Может быть и Миша так хотят нам с тобой. Я бы хотел дать вам возможность, Олег и Игору. Может они любят что-то. А после этого будет уникальная возможность для каждого из нас. Ну, для всех кто хочет, для родственников, в первую очередь. И после этого мы будем возможность, каждый из нас, подойти и попрощаться с старым человеком. Попрощаться. Попрощаться. Но кто хочет, ты можешь попрощаться с старым. А потом уже подойти, я думаю, все подойдут. Ну, может быть кому-то надо просто, понимаете. Я подойду точно. А потом уже все поздравят их с рождением. Я Рапой и Игорь. Вам слово, дорогие. И вон колечитах у нас. Да, очень важный момент жизни. Я смотрю на свою жизнь и почему-то ее сравниваю с жизнью израильского народа ветхозаветнего. Потому что я вроде бы как с детства был самого знакомя с Богом и знал много людей с ним. Для меня никогда не был сомнением, что Бог является творцом нашей планеты, творцом всего. И бабушка меня познакомила полностью со всей истиной, потому что она была в церкви. Но вот как-то получалось так, что я в жизни то приближался к Богу, то опять отдалялся, как и израильский народ. Те очень хорошо. Игорь, может быть, Виталий Переведиров. Да. Олег спустит, что вы видите свою жизнь больше как попору еврея израиль, из Вечества, из Вечения, из Вечего Тестати. Он говорит, что он был в развитии, который был крественым, поздоровелся с Богом, и это было устрачиво, но он всегда тяже в свою жизнь в жизни, что Бог является Креатур, и что есть станка, в силах он. Но в периодах его жизни, когда сейчас он относится к Богу, когда он был сторжен, И получается, то я приближался к Богу, то я снова отдалялся от Бога. И были моменты, когда я был в церкви, я ходил регулярно, но потом снова что-то, то есть борьба, которая большая происходит, она снова меня уводила из церкви. Это были моменты, когда я был в церкви регулярно, но потом иначе, это война, 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 война. Я благодарен Богу, что Он проявил долготерпение по отношению к моей жизни. Я благодарен Богу, что Он рассказал, что он дал меня до сегодня, до этого места. И он привел меня до сегодня, до этого места. Сейчас я смотрю на свою жизнь, прошлую, до вчерашнего дня, до сегодняшнего утра. Я понимаю, что все то зло, которое во мне живо, оно будет похоронено сейчас. И сегодня я смотрю на мою жизнь, я смотрю на мою жизнь. Я смотрю на мою жизнь, который был в мою жизнь. И я понимаю, что сегодня я буду мормонтать тот мою жизнь и все эти работы. Говорят, что крещение это не какое-то чудо, оно не производит какого-то волшебства. Да. Вот это не есть у... Маджия. Но есть у Маджии. Но все-таки особенное что-то в этом есть. Потому что я понимаю, что сейчас я, фактически, буду рожден второй раз в моей жизни. Но я понимаю, что есть что-то в этом божестве. Потому что сегодня, в общем, вы будете родиться снова в нашей жизни. Это более важное рождение, потому что оно духовное. Это очень важно, потому что оно и духовное. И это очень важно, как это, что нашество, нашество, нашество. И я благодарен Богу, что Он довел меня до этого дня и до этого места, крещения. Ему в сумеску выйду мне зел, прям, только Маду с автоюзейч, по-моему, честному. Аминь. Слава Богу, нас очень рады видеть. Здравствуйте. А, если честно, я не сильно готовил, почему-то. Да, да, да. Я нам пригодил. Я не получается, как у пастора Геннадьева. Не надо. У тебя по-своему получается хорошо. Ну, я бы хотел сказать, что... Я как бы заметил, что очень часто в моей жизни очень много чего происходит, которые я не планирую. У меня в жизни много чего происходит, которые я не планирую. Например, вот, я очень сильно люблю школу, в которую я ходил. И я не должен был туда поступать. Я, вначале, вроде не сильно поступил, но как-то я туда попал. Я тоже, например, в прошлом году полетел в Заокске, и просто так сложилось в жизни, что я, без того, чтобы закончить университет за три года, закончил за три с половиной, и за полгода еще и работать и поехать в Россию. И вот, я бы сказал, что... Ну, а еще? Ну, а еще, три года, я не могу читать, что я учусь в России, в России. А, ну, а еще. Ну, а еще, Саша. Ну, а еще. Ну, а еще, Саша. Ну, а еще, вот сейчас я тоже учусь в другом инститете на юридическом. И мне когда сказали, что я поступил, я сначала не согласился. И я согласился только после того, как уже нельзя было согласиться, и мне разрешили. На факультете, в которой я сейчас учусь в юридическом, когда я получил эти акции, так что я уже получил акции, после того, как они разрешили принять акции. Я бы сказал, что примерно точно так, с крещением, может быть, потому что, когда все и шли креститься, я почему-то не пошел. И много было случаев в жизни, мы вот с молодежью приехали в Альберту, все принимали крещение, я не принимал, потом в Заокске я не принял крещение. Да. К ботезлу попел в Альбертах, и на моих случаях, и на моих салботезах, ей тот смерджала ботезью Нуаммер. В Заокске кинохуд, тот она салботезью Нуаммер. И вот в начале этой недели, в понедельник пастор позвонил и сказал, что вроде надо. Ну, пастору, мы апелла на телефон, сейчас здесь, ну, арпеттипу держал. Я бы сказал, всем надо. И как бы я долго думал, я долго думал, и в среду пастор позвонил, я не ответил, я думал. И я очень благодарен, я знаю, что наши братья с румынской церкви сегодня у вас был первый раз в церкви. Я, честно, только вчера принял решение, и я очень рад, что вы все пришли. Знаете, каждый раз, когда все принимали крещение, я как-то молился, и у меня всегда были причины не принять крещение. И как-то в этот раз я молился и просил Бога дать мне такую же причину, но он мне не дал. И сейчас, когда я молился, когда я молился, я молился, когда у меня был мотив, чтобы не было мотива, но не было ничего. Большое спасибо, что вы все приехали. Я вам благодарю за то, что... Слава Богу! Спасибо, Игорь. Друзья, две минуточки еще вашего внимания перед крещением. Я с полной ответственностью хочу сказать, что крещение Олега мы планировали на это лето, но не получилось. Да, я был в Мертурисовске, в Ботезулу, Олег, в нюхо жильето, в нюхо дворец. Отношения Игоря, Бог сработал через его маму. Я перед ним Игорь, я думаю, сделал кратприм маму Лу. И он чудесным образом все устроил. Я думаю, что я сделал, а разве что-то не было? Друзья, вот этой поляны, ее нет нигде по документам в этом году. Она закрыта была из-за ковида. А сейчас он не выставлялась для того, чтобы аренду делать? 20 минут отсюда место где мы проводили лагерь летом. 20 минуты здесь находится место, где мы делали эту табор. Все занято там. Везде все поляны, все темки заняты до конца сентября. Все места в этот парк, они находятся до конца сентября. Я пришел на арке и говорю, помогите пожалуйста. Я пришел на арке и сейчас будет дорога, чтобы вы можете ожидать. У нас, говорю, выход такой серьезный. Ну и я знаю, что я пришел и теперь вас. Сейчас, говорит, сделайте. Ай, как можно сделать. Вот, говорит, сюда езжайте. Она закрыта, никто об этом не знает. Приедете первые, будет вашим. Здесь есть лагерь, а здесь есть лагерь, и здесь есть лагерь, и здесь есть лагерь. А здесь есть лагерь. И вы знаете, как Господь всех нас довел до этого момента. Да. Мы будем молиться о том, чтобы Господь вез у вас и дальше. Своей рукой чудесным образом. И не будем молиться о том, чтобы Господь вез у вас и дальше. Дорогие друзья, сейчас хочу попросить всех подняться. И сказать о том, на основании Священного Писания, что по вере в Иисуса Христа вы сегодня получаете Божье прощение. При базе скриптуры, при базе креденции Иисуса Христос, остается не остра при мне. Когда мы будем в воде, я еще раз задам вам вопросы о вашей вере. Я вам попросил для него специально на украинском языке это сделать, потому что это его родной язык, а на нем начинал слушать евакеты. И в этот момент вы получаете новую очередь. Сейчас мы помолимся вместе с вами и пройдем к озеру. Приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Небесный Отец. Мы благодарны тебе за жизнь, которую ты нам дал. Благодарны за то, что мы можем иметь прощение наших грехов. И вечную жизнь в твоем царстве. Где нет скорби, страданий, смерти. И сегодня Олег и Игорь принимают тебя как Господа и Спасителя в чрезвотное крещение. И ты, Боже сказал, идите, научите все народы и крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благослови их, Боже, пережить этот опыт нового рождения. Испытать это счастье, очищение. И начало новой жизни для тебя. И начало новой жизни для тебя. И начало новой жизни для тебя. Благослови всех нас. В имя Иисуса просим. Аминь. Аминь. Дорогі брати Олеги, чи віруєш ти в те, що Христос Ісус помер особисто за тебе? Так. Дорогі брати, чи віруєш ти в те, що кровь Ісуса Христа дає прощення всім твоїм гріхам і провинам? Так. Дорогі брати, чи віруєш ти в те, що завдяки жертви Христа ти маєш право війти в Царство Боже і мати життя вічне? Так. Ви Ісусі Христі. Віра. Згідно твоєї віри, хрещу тебе ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати, чи віруєш ти віруєш ти віруєш. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы призваны для того, чтобы прожить эту жизнь и приняв Бога как Спасителя. В этой воде осталась прошлая жизнь Игоря и Олега. И так написано в Библии, в этом смысл водного крещения. Их грехи прощены. Они сейчас имеют новое рождение. Они стали новыми людьми. И теперь начали жить заново. И если вы желаете последовать их примеру, ищите Господа, молитесь, и Господь вас благословит, и вы примете Его как Спасителя, и тоже можете иметь эту огромную радость нового рождения в вашей жизни. И всех вас благословит Господь. Аминь. Аминь. Проходите, пожалуйста. Сейчас мы будем переодеваться и продолжим еще несколько минут наше служение. Субтитры подогнал «Симон» Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон» Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон» Игорь Негода. И после крещения все мы сможем подойти и поздравить их лично. Игорь Негода. А где Виталий? Игорь Негода. 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 Мы хотим, как пастор Луциан, сказать и он что-то из Святой 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 Это вы? Я не говорю русский язык, прекрасно русский язык Я не говорю, к сожалению, на красивом русском языке Но благодаря вам, Геннадий, потому что мне пришлось сказать несколько слов Но я благодарен Геннадий за то, что мне пригласил для того, чтобы сказать русский язык Я очень мало знаю Игоря И еще меньше Олег Допустим, это первая дата, когда мы с ним увидимся Но мы очень рады, я и Ами, и те, кто-то в Бисерика Романа, чтобы быть рядом с вами Я очень рады, особенно все мы из Романская Церка, чтобы быть рядом с вами Потому что, в таких случаях, радость очень много на небесах И это большая радость и для тех, кто любит Бога, и которые любят Бога, и которые хотят Иосифа, и они и постарались с вами Иосиф Геннадий, когда Христос умерли хлеба, все люди по Ялу и Он ушел дальше И там было такое озеро, мы примерно как здесь у нас. Иисус уехал с баркой, чтобы ходить в другую сторону. И Иисус уехал с баркой, чтобы ходить в другую сторону. Чтобы ходить в такой же кемпинг, как здесь. И когда уехал с баркой, и умертло совсем за улицу. И иисус сказал, что следует поведение. Иисус сказал. Иисус сказал. Я говорю вам. Вы меня ждите не потому что вы видели чуть-чуть одессы, а потому что вы паёте хлеба и вы насытились. И я сказал вам, что вы работаете не для паёте, но для не паёте, которая остается в жизни. Я говорил вам, чтобы вы работали не для смерти, а для того вечного хлеба. И вот этот хлеб вам дали сын человеческий. И я хотел бы остановиться на основании этих слов. Вы меня ждите не потому что вы видели минусы, а потому что вы меня ждите не потому что вы увидели чудеса, а потому что вы насытились. В течение жизни человек ждите что-то, что он может принести счастье. И ждите какие-то, что он верит, что он верит, он верит. Я не считаю такие вещи, которые вы можете быть счастливы. Расскажите, что вы думаете, что вы думаете что-то, не будет задуматься. Но когда ты думаешь, что вы думаете, что вы можете быть счастливы, если вам скажите вот это, что вы думаете, что это, но это все, что вам не хватает. Например, если человек не имеет никакого средства для движения, он был бы счастлив и имеет хотя бы велосипед. И когда он получает велосипед, он уже хочет мотоцикл. И когда он получает мотоцикл, он хочет мотоцикл. И когда он получает мотоцикл, он уже хочет мотоцикл. И когда он получает мотоцикл, он уже хочет мотоцикл. И когда он получает мотоцикл, он уже хочет мотоцикл. И когда он получает мотоцикл, он уже хочет мотоцикл. И даже если мы получили космические корабли, то это не хватает. Потому что это не хватает. Потому что это не хватает. Но, когда вы получили, они не хватает. Это такие вещи, которые мы получили. Мы носили, но потом мы понимаем, что мы не носили. Это повеседение, может быть, действительно, но у него есть повеседение, который сказал, что он должен дать землю, как можно, чтобы ты поднимаешься в день. И есть история, мне кажется, настоящая, то есть мы говорим об одном помещении, который дал свой мутный холоп, христиану, землей. И сказал, что я тебе дам столько земли, что ты сможешь обойтись. И старану, когда вы получили старт, когда вы получили старт, он уехал. И вы видите, что этот христианин уже саму утром начался бежать. И а уехал как смог. И бежал как смок. А уехал соарел сус. И уже солнце был обзинит. А уехал. И он еще шоу. И а потом, когда вы увидите, он начался с уехал, а уехал. Я уже вечером после обеда начался уже возвращаться, опять бежал. И, безусловно коротко, он уехал. И он успел в вернутое. И он уехал. И смерт. И, замуж. Я умер. У меня было достаточно 2 метров, но то что нам дает Иисус, это нас насыщает. В нашей жизни, у меня нет всего того, чего я бы хотел. Я бы тоже хотел один вертолет. Машина у меня очень сильно страдала сегодня. Но я хочу сказать, что обещание которое мне дает Иисус Христос, и настолько сладкое, и настолько благодаря. Потому что, кто верит в меня, имеет жизнь вечная. Даже если он умер, я его выскрышу. И я думаю, что, в последнее время, это больше всего, чем я бы хотел. И так же, когда я хочу, я хочу сказать, что я не могу больше, что я не могу больше, потому что я не могу больше. И, в этот же время, у меня есть много благословения. Я, я радюсь за свое семье. Я багажник, подружеска, я радюсь за здоровье», я радюсь за музыку, я радюсь за новые рождения, я радюсь за все, что мы благодаримarnos за все вместе с вами!.. «Хитаря» А меня очень много благословения. Надоело. И для этого я благодарен, потому что я знаю, что Иисус мне принадлежит все, что мне нужно. И еще, кроме того, я очень рад, потому что Христос мне обещал намного больше того, что я нуждаю. Потому что я думаю, что Иисус имеет силу, чтобы нам дать жизнь вечно. Потому что я верю, что Он умеет эту силу дать нам жизнь вечную. Даже если я умру, я буду там, в Царстве Небесной. Я думаю, что все что мы видим здесь, это не случайно. И Бог все створит. И Бог все створит все. Дин пакат, не все люди благодарны так, как Иисус. Люди которые не верят в Бога, И они очень похожи на того, кто хотел все захватить в этот день. И они очень похожи на того, кто хотел все захватить в этот день. Но может быть 100 лет. НУ ВАФИ СУФИЧЕНТ. И все равно тебе это не хватит. И поэтому, как говорили, они уже согласились и говорили, да, это жизнь. И надо делать как мобильный, Собычу, что нам нужно сделать как мобильный, Собычу, что надо увидеть как мобильный, Собют как мобильный, И иметь как мобильный, Но в их сердце не стоит enviчит, потому что это закончится. Поэтому, я вам скажу, что дорога на который вы идёте, у вас есть солнце. Но дорога, которую вы сегодня выбрали, она освещает. То есть, у нее есть свет. Дорога, которую вы сегодня выбрали, она имеет надежда. Она имеет надежда. Она имеет безопасность и она еще наполнена истиной. Не будет легко. Очень часто ваш жизненный путь будет похож на вот эту дорогу, которую вы сюда идете. Но если вы зафиксируете свой GPS туда, куда вам нужно идти, продолжайте и вы будете там. И моя молитва для вас. Что вы не забыли о том, что Христос насыщает. Он единственный, кто может вас насыти. И скажите об этом и другим. Потому что люди должны знать, что в мире есть кто-то. И люди нуждаются в том, чтобы узнать, что в этой мире есть кто-то, кто может насыщить. Что вы будете безопасны, вы будете видеть Богом. И знаете, что это будет. Иисусу вас благословит вас Господь. И пусть он вас руководит вами. Иисусу вас благословит вас. Благодаря Богу. Иисусу вас благословит вас. Иисусу вас благословит вас. Иисусу вас благословит вас. Иисусу вас благословит вас. И после этого мы все вместе споем еще два псалма, и потом будет обед. Если вы будете пасты, то я буду пасты. Иисусу вас благословит. Это ясно-besп準備. Вот так? В ней снимаем вывод. Спасибо, Seigneur, для их, для их жизни, для того, что ты делаешь в их жизни, для поддержки, и для твоего Света, который всегда говорит, всегда руководит, и пытается всегда приглашать их любовь и желание для их любви. Сегодня, Nous voulons te demander de les accompagner sur le chemin qui est devant eux. Сюрно, il y aura des moments difficiles, sûrement, il y aura aussi des moments de décision. Mais, Seigneur, que la décision qu'ils ont prise aujourd'hui puisse éclairer et déterminer les décisions qu'ils vont prendre à partir de maintenant. Qu'ils puissent décider de te suivre и действовать в этом случае в том, в том, в вашем цепи, и в том, в твоем религию, и не для вас, но для них, чтобы они были счастливы и российские старания. В том, Señor, на счастливе, что оживало их, на почте, в которых трудно, и верность, для достижения того, что ты готовишься для нас все. Бени все те, кто были свидетельствами сегодня, и пусть мы сегодня реновелим нашу любовь с тобой. И бени все, что мы можем, и пусть мы будем слушать их с другими другими другими, и также поговорить с этим эспорем для тех, кто нуждается. Теперь, бейте также репа, который будет прийти, и чтобы, Господь, быть, у него, у него есть репа, вокруг твоего табла, что ты-même положишься в твоем Риме для тех, кто верит в тебя. И мы хотим, Господь, чтобы мы спросили, айдем-то быть здесь. Пуривай наш сердце, Pardonne nos péchés И aide-nous d'avancer Jusqu'à ce que nous puissions être avec toi Au nom de Jésus nous avons prié Amen До того, как мы начнем петь I wanted to share with you guys Our joy to be here Я хотела с вами Поделиться с вами Своей радостью быть здесь сегодня And I think if we're able to have such days It's because we have loving parents And loving friends I think we can have such days Because we have loving parents And loving friends That pray for us When we walk away sometimes I think it brought us really good memories From last year when a good amount of us got baptized У нас хорошие воспоминания С прошлого года Когда много из нас Крестились В Длинный Кресение And it's We wanted to be present today In order to also Sing something To celebrate with you guys Так что мы хотели Сегодня Поделиться Эти моменты С вами И спеть В прошлом году Мы начали У нас было пять Молодежи И я помню Я помню Когда мы ходили На разные конгрессы Я помню Когда мы ходили На разные конгрессы Что наша группа такая маленькая Мы думали Что мы не можем ничего сделать Мы смотрели на группы И мы смотрели на другие группы Других группей Которые Там их было 20-25 человек И я смотрела на нас И я сказала Мы все так разные И мы только пять Или шесть И смотрела на нас И думала Нас только пять Или шесть И в прошлом году Мы решили начать Регулярные встречи С молодежью И в прошлом году Мы решили Начать регулярно Встречаться с молодежью И у нас были друзья С работы С школой Которых мы приглашали Вчера У нас было Изучение Библии И у нас было 15 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 Единственное, что я думала Когда мы ехали домой Это то, что Наше количество Выросло в три раза И я радуюсь И я радуюсь Независимо от того Через что мы прошли Недавно И я думала Господи У нас уже и так и так Были проблемы С молодежью И теперь еще Это случилось И что ты хочешь Этим показать Что ты хочешь сказать Какой у тебя план для нас Какой у тебя план для нас И я думаю Сегодня Это ответ Что Бог И у нас есть И Бог И у нас есть И у нас есть И я думаю Я хочу читать 1 Коринфянам Это же Бог Он работает Все и все Спасибо Дары различны Но дух один И тот же И служения различны А Господь один и тот же Дары различны Но дух один и тот же И служения различны А Господь один и тот же И действия различны А Бог один и тот же Производящий все во всех Так что я хочу завершить Так что я хочу завершить тем что Даже если мы Нас иногда мало Даже если мы разные Но факт что У нас одна и та же цель Это служить Господу То ничего Нас не остановит И так как Бог Помогает нам в маленьких делах Он поможет нам в больших делах Так что мы хотим сегодня Спеть две песни Первая 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 Переводится как Ты все во всем Значит Бог Это все к чему мы стремимся И вторая И вторая И вторая И вторая И вторая И вторая Переводится как Возвожу 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 И вторая Возвожу 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 Мы можем смотреть на небо и представлять мир Божий, который превыше всякого ума, как написано в Библии. Это в четвертый псалом, в листочках, который вы получили, когда Божий мир наполняет сердца. И после этого псалма мы все сможем выстроиться, выстроиться в колонну, чтобы поздравить наших именинников, кто еще этого не сделал. Я бы очень хотел, чтобы каждый это сделал. И после этого мы будем обедать. Божий мир наполняет сердца, Пусть звездная буря страши, Без страха я с верою долго пою, Мой Господь, 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 Приглашаю всех вас подняться для молитвы и просим у Господа благословения на отец. После этого поздравляем Олега и Игоря еще раз и проходим всех к тому, чтобы накрывать стол. Добрый наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то, что сегодня мы здесь все вместе. Боже, благодарим за то, что Ты оберегал нас в дороге. Мы просим, чтобы Ты сейчас укрепил в этом решении Игоря и Олега и вел их по этой жизни. И привел их в свое вечное царство. Благослови, Боже, наше дальнейшее общение. Благослови пребывание здесь весь этот день. Дай нам радость, мир. И благослови, Господи, эту пищу, которую мы будем вкушать. Слава Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Иисус Христа, Отцу, Сыну и Святому Духу. 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 Отцу, Сыну и Святому Духу. Отцу, Сыну и Святому Духу. Отцу, Сыну и Святому Духу.